На финишную прямую вышел процесс модернизации Югорской городской библиотеки. То, что еще полгода назад было картинкой, обретает осязаемые формы. Новое пространство, где функционален каждый уголок, придумала Анна Зарубина, дизайнер из Белгорода. 10 миллионов рублей на реализацию проекта дало Министерство культуры Российской Федерации. В конкурсе на получение этих средств участвовало 500 книгохранилищ из 78 регионов страны. Югорская библиотека стала самой достойной. Библиотека становится открытой площадкой для диалога, для обучения, для интеллектуального развития, развития творческих способностей. Это библиотека не только книги, но еще и интеллектуальный досуг. Все пространство библиотеки разделено на зоны. Каждая из них выделена цветом с учетом психологии восприятия. Соответствует функционалу и освещение. Оно настраивает читать, спорить, творить. Это центральный информационный зал. Здесь входная, можно сказать, группа встречи посетителей. Здесь будет располагаться большая кафедра библиотекарей. Умная полка. Это интерактивная такая панель, где будут новинки литературы постоянно демонстрироваться. Здесь будет встроенная станция самообслуживания. То есть это новые технологии, которые позволят горожанам взять и сдать книгу без участия библиотекаря. Слева мини-типография. В ней поместят 3D-принтер. А за ним выделенная горчичным цветом онлайн-библиотека с десятком компьютеров. Использовать возможности этого пространства удобно будет и инвалидам. Желтый потолок – это переговорная и зона для проведения мастер-классов, лекторий, образовательных семинаров и так далее. Напротив этой локации расположен подиум для интерактивного проведения времени, каких-то мероприятий. Также можно уединиться, почитать книгу. То есть это еще и место для тихого чтения. Подиум будет покрыт ковровым покрытием мягким, где можно сесть просто на него будет. Можно провести какое-то мероприятие. Это место для спикеров, лекторов и так далее. В открытом библиотечном фонде разместится необычный арт-объект. В светильнике диаметром 90 сантиметров можно будет найти изображения известных библиотек мира. Стоит только навести на них планшет, и информация о самых ярких страницах жизни этих книгохранилищ появится на экране. Новая библиотека, библиотека модельная, она предполагает также развитие деятельности и образование клубов по интересам, по интересам горожан. Значит, у нас появится площадка для дискуссионных клубов, появятся книжные клубы новые, значит, у нас появятся лектории образовательные по разным направлениям, лингвистические клубы. К уже имеющимся объединениям добавится еще 12, а после снятия всех ограничительных мер библиотека начнет работать в новом режиме. Трижды в неделю ее двери будут открыты до 21 часа. Первая модельная библиотека Югры надеется принять посетителей уже в начале сентября. Светлана Безручкина, Михаил Мурашев, Норд-ТВ.